В этом специальном выпуске мы с вами рассмотрим несколько нововведений, которые появились в шуткате, начиная с версии 22.03.30. Дело в том, что теперь мы можем с вами изменять порядок треков обычным перетаскиванием за заголовок. Как это все работает? Посмотрите внимательно. Сейчас на шкале времени на монтажном столе присутствует у нас 5 дорожек. Верхняя дорожка у нас называется Зарянка. Это не что иное, как Птичка Робин, знаменитая. Ниже у меня присутствует трек с названием Синица. Ну и соответственно находится там содержимое тоже Синица. Еще ниже пустая видеодорожка, а еще ниже две аудиодорожки. Теперь смотрите. Представьте себе такую ситуацию. Мне нужно поменять местами вот эти две дорожки. Зарянку опустить ниже, а Синицу поднять наверх. Теперь мы это можем сделать без всяких проблем. Наводимся вот сюда на краюшек и у нас появляется теперь вот такая специальная всплывающая окошко. Переместить данную дорожку. Дорожка называется Зарянка. Мы хватаем эту дорожку, зажимаем левую кнопку мыши, держим, не отпускаем и перемещаем ее вот сюда вниз. У нас подсвечивается такой небольшой зеленой рамочкой. И отпускаем левую кнопку мыши. Теперь дорожка Синица и все ее содержимое будет перемещаться наверх, а соответственно Зарянка дорожка будет опущена ниже. Вот например, если у нас вот здесь есть одна обычная пустая видеодорожка, и мне нужно ее, например, разместить на самый верх, ну чтобы я ее не удалял. Для этого мы можем ее схватить, зажать левую кнопку мыши и перетащить на самый верх. Она будет находиться поверх всех теперь дорожек. Те же самые действия мы можем делать с помощью специальных клавиш, ну или соответствующих команд. Если мы щелкнем правой кнопкой мыши, выделим дорожку и выберем здесь действие с дорожкой, теперь у нас здесь есть две команды. Переместить наверх и переместить вниз. Ну или соответственно можно щелкнуть вот по этой специальной кнопке меню шкалы времени и выбрать те же самые команды. Ну или используйте сочетание клавиш Alt плюс Shift, стрелка вверх и стрелка вниз. Обязательно поэкспериментируйте. Достаточно полезные функции, которые пригодятся при работе. Это относится не только к видеодорожкам, но и к аудиодорожкам. Мы их также теперь можем менять местами без всяких проблем. Ну а также в программе Shotcut появились еще несколько дополнительных функций. Давайте тоже на них взглянем. А теперь давайте пробежимся по некоторым нововведениям, которые тоже весьма полезны. Прежде всего то, что касается маркеров. Когда мы с вами работаем с любым клипом и он выделен, или клипами, если их несколько, то эти клипы мы можем обозначить или заключить в маркер. Как это работает? Давайте выделим вот этот верхний клип, щелкнем по нему. И дополнительно еще один клип, чтобы вы видели, что работает сразу с несколькими клипами. Эти клипы выбраны и подсвечены. Далее мы щелкаем с вами по специальной вкладке под названием «Метки» или «Маркеры». Открывается данная вкладка. Находим здесь кнопку «Меню». И здесь есть специальная команда «Добавить маркер вокруг выбранных клипов». Или сочетание клавиш «Alt» плюс «M» английское. Не забывайте, если используете горячие клавиши, переключайтесь на английскую раскладку клавиатуры. Здесь же дополнительно вы можете удалить все маркеры. Выполняем данную команду и получаем вот такой участок. Если вам будет необходимо, вы можете проэкспортировать этот участок в виде самостоятельного отдельного файла. Дополнительно в программу ShotKat добавили блокнот, такие заметки, которые вы можете добавлять, если щелкните вот по этой специальной кнопке. Здесь можно вбить нужный текст и выполнить базовые команды. Вырезать, копировать, вставить. Я надеюсь, что данный функционал они будут расширять. Ну и самое еще интересное, что на шкале времени у нас появилась кнопочка захвата аудио для записи звука с микрофона, прежде всего голоса. Работает это не идеально, сразу хочу сказать, но вещь полезная. Если будете серьезно заниматься озвучкой, то желательно использовать совместное использование программ ShotKat или, например, Audacity. А Audacity используйте для захвата звука и записи звука, и для его обработки, ну а для всего остального уже ShotKat или программу CodenLife. Ну а если хотите полный цикл обработки видео и звука, то придется осваивать программу DaVinci Resolve. Давайте как раз посмотрим, что сейчас будет происходить. А также не забывайте, что у нас сейчас присутствуют уже две здесь аудиодорожки, в которых звук не отключен. То есть, если мы нажмем Play, он будет воспроизводиться. Если мы сейчас с вами нажимаем кнопочку вот этого захвата аудио, нам будет предложено сохранить и создать аудиофайл в формате Opus. Мы соглашаемся, и после этого будет происходить захват. Автоматически создается в данный момент аудиодорожка. Мы как раз это видим. При этом у нас головка воспроизведения движется, и все воспроизводится. Но вот этот звук, который сейчас есть уже на монтажном столе, хоть мы и видим, что он воспроизводится, мы его не слышим. И в данной записи будет присутствовать в этой захваченной только тот звук с микрофона, который в данный момент именно мы получаем. Если нам нужно прекратить данный захват, мы повторно щелкаем вот по этой кнопочке. Идет обработка, и далее мы с вами уже по аудиоволне видим, что вот здесь у нас уже присутствует голос, который вот сейчас записан был вот с этого микрофона, в который я сейчас говорю. Функция весьма, я уже сказал, полезная, и надеюсь, что они возможности и функционал будут расширять, так как очень удобно будет озвучивать какое-нибудь видео в самой программе Shotcut, когда у нас уже есть некий видеоряд. Посмотрим, как говорится, может в будущем будут какие-то более интересные изменения. Также у нас сейчас сделали много исправлений, связанных с ошибками, которые нашли в программе Shotcut, ну и дополнительно улучшили так называемую мультипроцессорность или многопоточность при работе многих фильтров. Особенно это связано с фильтрами цветокоррекции, color grading и с размытием по гауссу, ну и еще ряд там фильтров, которые перечислены на официальной страничке Shotcut. Обязательно почитайте про все нововведения, которые появились, ну и те исправления, которые были внесены. Надеюсь, что Shotcut будет продолжать удивлять нас и будут добавляться все новые и новые функции. Прежде всего, очень хочется, чтобы мы могли с вами наконец-то группировать клипы на монтажном столе. Эта функция будет весьма полезна, особенно при работе, когда у нас есть отдельно видео и отдельно звук. Ну а на сегодня все, увидимся в других видео.